Злое начало То есть нужно работать над желанием, а не над познанием. Так получается? Конечно, желание. Все зависит от исправления желания. Маленькое желание, значит, там есть только свет Хасадим, который может на него воплачиться. Желание больше, там появляется свет Хохма. Поэтому у меня все время вопрос, который я хотел задать. Почему каббалисты хотели все время писать книги и объяснять все больше и больше? И Бальслам пытался это сделать, объясняя все больше науку каббала. А что же? Но как он пишет здесь, это через сердце. Но сердце понимает. Сердце — это не просто ощущение. Ощущение приходит через объяснение, тем более в наше время, в нашем поколении. Чем больше говорим и говорим по делу, то, соответственно, сердце начинает пробуждаться. Так как подойти к учебе через сердце? Как учить, изучать книгу через сердце? Насколько я читаю и понимаю, о чем он говорит, логически, рационально, я все больше впечатляюсь. И сердце становится все более мягким. И я все больше могу работать со своим желанием, приближаясь к науке мудрости. Это и к тому же разные периоды в развитии человеческого человечества. Когда-то было все только через чувства. Были времена, и сейчас только через разум. Поэтому хохмата каббала, наука каббала раскрывается сегодня. Ясно? Или хватит? Нет. Вы сказали, что когда-то изучили через чувства, а сегодня через разум. Он пишет, что Ари как бы спасал от головы, а большим то со стороны сердца. Это два вида подхода. Должны быть и тот, и другой. В работе Творца есть и то, и другое. Моха, либо сердце, и разум. В этом, в этот период, что больше? Больше со стороны разума. Через разум можно больше объяснить. И поэтому это стиль, которым пишет Баль Сулам. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok